Привет, друзья! Мы находимся на седьмом километре в крупнейшем европейском оптовом рынке промышленных товаров. Здесь можно найти от зубной щетки и носков до зимней одежды и различных велосипедов, все что угодно, все, что душепоживает, все. Начинался рынок сначала в районе Староконного, где торговали моряки, которые привозили нелегально товары из-за границы в советское время, жесткое время. Но потом там был рынок разогнан и переместились сюда, называли тучей. На окраине кукурузного поля все продавали нелегально тоже товары. Говорили, что в Одессе можно достать все. Спрашивали, где? На туче. Ну, а потом здесь периодически разгонялся власть эта туча. Конфисковывался товар, и директор совхоза «Авангард» Добрянский организовал несколько столиков, установил для продажи, цивилизовывал, так сказать, откуда начинался седьмой километр. И то место сейчас называется «Поле чудес». Уточняю, что рынок был официально зарегистрирован при совхозе «Авангард» в 1989 году. Несколько небольших столиков. И откуда такое название «Седьмой километр»? Потому что находится этот рынок на седьмом километре авидеобольской дороги. Вот обаятельный мужчина обаял мою супругу и продал ей платье красивое. Вот такое. Да, вот, друзья, вот такое платье купила. На зеленой улице. Лен. Так что буду уже... Контейнер какой у вас? 44,83. 44,83. Мужчину как зовут? Владимир. Мужчину зовут Владимир. Заходите к нему. Очень красиво обслуживает. Элегантно, приятно. А платья вот еще такие есть. Вот моя Лариса Николаевна еле удержала ее. Пять штук хотела купить. И все натуральное. Да. Все, спасибо. Пока. Вот здесь тоже очень красивая одежда. Для беременных. Да. Для женщин в положении. Самом интересном. Да. Спасибо вам. Да, мы попали в артурник. Пижамки. День очень короткий. Давно ночами не работают. Особенно после событий 2014 года, 2014, перестали работать ночами, потому что довольно-таки опасность. И сократилось количество покупателей в связи с закрытием границ. Да и карантин сыграл свою роль. И карантин. И перестали ездить из Крыма, Донбасс, Донецк. Россия перестала ездить. Осталась в Беларусь. Да, есть, поднима. Серьезно, у меня есть, поднима. Вот здесь товар для юных принцесс. Да. Посудный ряд. Здесь мы когда-то отоваривались, покупали чашки, посуду. Какая красота. Это халаты зимние. О, сколько кукол. А здесь все для Хэллоуина. О, с косой. Ух ты, фу. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Вот в этом контейнере у очень милой женщины. Мы купили все для кухни. Кисточки, лопатки, шумовки. Друзья, улица фабричная. Контейнер 259. Все по очень доступным. Здесь вас обслужат бесподобно. И вам будет очень приятно. Да, и все по доступным ценам. Все, что нужно для кухни. Так что заходите. На седьмой наш любимый километр. Разнообразие пластмассы, посуды. Какая красивая клеенка. Снасти для рыбалки. Вот вы просили сувенирчики снять. Потому что все, говорите, сало снимаем, мясо, овощи. Посмотрите, на седьмом километре на мылке. Какая красота. Какие вот сувениры. Вот снимаем для вас сувенирчики. Посуда очень красивая. Просто это у вас эксклюзив, наверное. Не серийное или серийное производство. Все красиво, все разное. Серийное фарфор. А, серийное. Очень красиво, друзья. Посмотрите, какая красота. Так что приходите на наш седьмой километр. На наш рынок вы здесь найдете все. Вот все эти сувенирчики вы можете найти на мылке. 713-й контейнер. Видите, вот сколько красоты. На подарок можно купить гобелины. Очень красиво покрывало. Сувениры. Здесь все. И посуда, и моющие средства. Вот прекрасный магазин. Контейнер 579-й. Как улица называется? Заводская. Улица Заводская. Здесь вот такие прекрасные фонарики. Изумительные микрофоны. Многофункциональные. Радиоприборы. Электротовары. Вот молодой человек обслуживает здесь. Спасибо. Очень хорошо обслужили. Всех благ. Какие красивые. Розетки, тройники, включатели, фонари. Какая красота. Вот такая сколько? Ой, такая самая дорогая. Сейчас посмотрю. Самая дорогая сколько? Тысяча гривен? Да нет. Просто она пятерная еще и с кнопкой. Я не помню. Сейчас скажу. Что у вас, какая резервка с клавиатурой? Где, где? А вот. А, это, смотрите, это таймер времени. Значит, что он делает? Есть рядом механика, это электронная. Это, допустим, вы хотите, чтобы вам насос включился в 5 вечера и всем отключился. Вот вы ставите его программу, он будет включать и выключать все, что вы захотите. Все, чтобы закурели. На седьмом километре можно также встретить лук-сивок. Разные, вот видите, сорта. Сорт дельфин, 85 гривен банка. Вот такие вот сорта. Разные, разные. Также цветы здесь, тюльпаны, луковицы. Удобрения. Вот такую мы купили лампу для видеосъемок. Кто интересовался, где мы покупали лампы, вот здесь на седьмом можно в разных контейнерах встретить разных диаметров. Это кто занимается видеосъемками. Светиленькие, какие красивые. Говорят, торговля упала, но судя по машинам и потому, что негде оставить свой автомобиль на стоянке, торговля кипит, люди работают. Седьмой километр расширяется. Благоустраиваетесь. Да, благоустраиваются. Несколько лет нас не было и все увеличивается и увеличивается. И переделывается. Мы кушать готовим, мы там закатки на зиму делаем, мы рассказываем про курочек, мы экскурсии снимаем. Вот в Умане недавно были, сейчас мой километр снимал. Жаль, что не сняли. Вот и контейнер можно снять. Вот я снимаю. Так. А что, что, что? Это еще раз? Я сад огород? Да. Если вы захотите завести курей, заходите там детально все рассказано. Разнообразие игрушек для деток разных возрастов. Мылка, узкий ряд, тысяча девятнадцать пятьдесят восемь контейнер. Здесь мы выбираем украшение для Ларисы Николаевны. Чтобы она была самой красивой на дне рождения у сестры. Вот, посмотрите, какая везде красота. Аж глаза разбегаются. Что ж мы выберем здесь? Ну, сейчас посмотрим. Пробежались мы по седьмому километру и уже едем домой. Так что, до свидания, друзья. Иван Афанасьевич, поехали. Все, выезжаем с седьмого. Едем на день рождения. Поселок Котовского. Куяльник.